итак всем привет добро пожаловать на тест драйв сегодня мы тестируем mercedes c-класса 2012 года рестайлинговая модель мотор 1.8 данный автомобиль данной комплектации стоит 1 миллион 400 тысяч рублей здесь установлен двигатель 1.8 компрессор мощность мощностью 164 лошадиные силы сейчас мы попробуем на нем покататься посмотреть что он из себя представляет вот давайте потихонечку поедем ну завели мотор очень тихо заводится мотор сразу же у нас включается кондиционер переводим селектор автомата 7 ступенчатого кстати в положении д и начинаем поездку что же такое технологию блин 6 то есть можете неправильно выговариваю но тем не менее суть понятна значит то технологии разработаны для того чтобы снизить нагрузку на мотор вот и значит снизить уровень вредных выбросов в атмосферу двигателя то есть сделано все и направлен на то чтобы мотор употреблял меньше топлива и был максимально экологично ну могу сразу сказать что такой маленькой машины вместо в салоне достаточно много то есть широкая панель очень качественные материалы достаточно энергоемкая подвеска управляемость сейчас чуть газу дадим хорошо держит трех лучевая звезда спереди у нас практически не кренится антирадар также у нас здесь установлен очень удобный руль мне нравится легко рулится 7 ступенчатый автомат принципе практически непонятно вообще как он переключает то есть я ничего не чувствую очень мягко работает капот виден спереди до упора со звездой и габариты отлично чувствуются отличная шумоизоляция в принципе когда садишься в мерседес я вот считаю для мерседеса вообще не важно какой стоит двигатель то есть в любом случае на мой взгляд он не настраивает на агрессивность или вождение сразу садишься тебе не надо никуда торопиться тебя везде подождут то есть автомобиль в отличие например от бмв вот автомобиль внушает такое чувство внутренней спокойствия спокойствие такого тора все хочется делать равномерно плавно и никуда не торопиться да то есть принципе вот я еду вроде бы машина и двигатель достаточно резвый да но не хочется не перестраивать очень спокойно ехать ничего абсолютно как бы не нарушая не подрезая вот принципе автомобиль достаточно комфортабельный даже для c-класса вот четко рулевое управление мы чувствуем роль габарита очень хорошо чувствуется сразу потому что чертской капотов полностью виден шум шин принципе практически он не слышно хороший шум изоляции среднем расход то есть если мы будем ехать с климат-контролем да то есть расход будет примерно около 12 литров по городу что в принципе не сказал бы что это выдающийся какой-то там экономичный показатель да несмотря на все технологии мы недавно тестировали mazda вот на тоже на новой платформе принципе она показала такой же результат но это уже был кроссовер давайте попробуем чуть-чуть все-таки ускориться и посмотрим на что этот двигатель способен 162 лошадиные силы в принципе хватает вот видим горку 100 км в час скорость машина чем выше скорость тем лучше держит дорогу руль наливается таким приятным усилием спортивным отлично держит прямую и глотает мелкие неровности очень хорошо автомобиль и автомобиль тем не менее не решен как каких-то он не балки то есть смотрите видите как бы на каждое движение руля он отлично реагирует ну обычно раньше какая была ситуация бмв неважно какая модель да как было значит у нас такая активная драйверская и в принципе не радовала никогда комфортом да то есть мерседес был более вальяжный он был более волки но теперь как бы оба концерна борьбе за создание идеальные автомобили работают над всеми параметрами и в задаче сделать идеальный седан чтобы как бы автомобиль вел себя и комфортно и мягко и тихо и тем не менее не был лишен спортивных значит в спортивных манер в движении вот а так в принципе у обоих автомобилей это получается вот обязательно возьмем на тест новую трешку бмв вот обязательно их сравним следующий тест это будет я думаю через неделю мы возьмем новую бмв 328 вот и значит попробуем сравнить эти два автомобиля так вот он такой внешне модель рестайлинга то есть легкий рестайлинг коснулся передних фар то есть небольшой у нас такой типа бумеранг капот принципе бампер тоже другой вот багажник здесь у нас в принципе тоже большой достаточно и откидываются задние сиденья вот вот у она а дверь открывается так чувствуется с таким глухим звуком то есть они тяжелые что говорит о качественной шумоизоляции толщине применяемого металла так в принципе значит по комплектации автомобиля в такой базе то есть он стоит 1,4 да но здесь тем не менее все есть то есть 4 стеклоподъемника подогрев электрозеркала у нас значит поворотные фары ксенон везде то есть у нас круиз-контроль стоит на руле у нас меню управление бортовым компьютером то есть у нас громкая связь громкость магнитола мы можем прибавлять убавлять здесь у нас большой такой цветной дисплей вот приборы то есть здесь у нас средний расход видите 13,2 климатом такие ручки интересные автомат в принципе семиступенчатый отличный автомат то есть спортивный режим здесь тоже есть то есть видите d плюс минус то есть мы вот так делаем а это управляем магнитолой и меню дополнительно выбираем как car drive на бмв сидение у нас велюровые но достаточно удобные здесь у нас такая вот для мелочевки отсек раздвигаемый бокс в принципе за рулем очень достаточно удобно и вот еще раз отмечаю что обзор действительно хорошее то есть вот видите капот мы даже при каком-то любом маневрировании мы капот видим полностью в принципе средний расход 13,2 но это не не очень такой показатель рекордный я бы сказал давайте сядем попробуем назад так сажусь сам за собой рост метр девяносто и очень много места сзади несмотря на скромный внешний размер автомобиля очень много места у нас есть подлокотник дополнительным таким ящичком подстаканники такие выезжающиеся у нас выезжающие единиц ярко выраженной боковой поддержки которые реально работает вот а в принципе выводы отличный седан вот в меру комфортабельный но подвеску нельзя назвать расхлабанной отлично чувствуется габариты автомобиля с виду компактный но очень много места сзади да то есть в принципе пять плюсом мерседес сделал очередной шедевр двигателя здесь в принципе достаточно хватает расход 12 13 я думаю потрачен будет есть литров 78 автомат очень быстрый очень быстрый автомат его не чувствуется в принципе машина не вызывает ощущение такого что ты здесь порция да нет просто нужды гонять не то что ты не можешь да просто нужды в принципе гонять нет все всем спасибо за внимание до встречи полива а сейчас похлаждение полива полива пока Продолжение следует...